Каждому мотоциклисту знакомо ощущение драйва и полета. Говорят, что лишь однажды, сев за руль железного коня, навсегда становишься заложниками мотоцикла. Но всему должно быть свое место и время. Ведь, к сожалению, статистика аварий то и дело пополняется ДТП с участием мотоциклистов. Большинство с пострадавшими, есть и летальные случаи. А потому данный вид транспорта на особом контроле. Госавтоинспекция провела рейдовое мероприятие в зоне внимания мотоциклисты. С начала текущего года на территории Брестской области к ответственности привлечены более 600 водителей мототранспорта. Стоит отметить, что по вине самих мотоциклистов на территории Брестской области зарегистрировано два дорожных транспортных происшествия, в результате которых три человека получили травмы различной степени тяжести. Основными нарушениями водителями мототранспорта является превышение скоростных режимов. Нередко бывает, что водители пренебрегают требованием сигналов светофоров, а также проезда перекрестков. У мотоциклистов по весне появляются эффект эйфории, когда они снова получают свою любимую игрушку. Но важно не забывать несколько правил. Всю информацию ты контролировать не можешь, которая вокруг тебя создается. Но из-за самоуверенности, то, что бритва, гонка и все такое, самая основная ошибка, я бы сказал, не в нем халатность. Большинство людей взяли мотоцикл и просто думают, что просто крутить, откручивать ручку и все. Нет. То есть куча факторов, которые влияют. Это и знание тормозов, контроление и, опять же, я говорю, ситуация на дороге. Ты не можешь ее спрогнозировать. Ты будешь прогнозировать трассу для себя, проложенный маршрут. Но кто-то свернул и все. Несмотря на то, что рейд госавтоинспекции был направлен на мотоциклистов, беседы проходили и с автолюбителями. Ведь обеим категориям водителей нужно воздержаться от резких маневров, потому что на дороге предсказуемость – залог безопасности. Если кто-то ведет себя халатно, то больше рисков от этого у уязвимой категории мотоциклистов. Мотоциклисту, управляя своим железным конем, какие меры предосторожности нужно соблюдать? Можно со стороны водителя. Насколько сложно заметить мотоциклистов на дорогах? В зависимости от того, с какой скоростью они едут. Если тихонько, в правилах, то, конечно, их можно заметить. Если летят туда сложнее. Я хочу напомнить, что вам, как водителю автомобиля, конечно же, при движении необходимо быть предельно внимательными, осторожными, всегда смотреть в зеркала заднего вида, потому что, к сожалению, не все являются дисциплинированными водителями, могут двигаться между полос, и, конечно же, нарушать правила дорожного движения, предупреждать правилами скоростных режимов. Поэтому будьте всегда предельно внимательны и осторожны. Безопасных вам дорог. Правил в управлении двухколесным транспортом придерживаются далеко не все. А если в дело вступает еще и непройденный техосмотр, шансы на аварию возрастают вдвойне. А еще это может стоить водительских прав, и это полбеды. На кону часто стоит жизнь. Поэтому соблюдайте правила дорожного движения и относитесь с уважением друг к другу на дороге.